Нового руководителя областного Минздрава представили депутатам законодательного собрания. Произошло это на очередном заседании регионального парламента, в ходе которого народные избранники досмотрели 16 вопросов. Подробности в нашем следующем сюжете. 63-е пленарное заседание парламента региона началось с награждений. Благодарностью председателя Совфеда Валентины Матвиенко удостоен коллектив Киморской фабрики имени Горького. Это производство медицинских защитных костюмов и одноразовых масок. Фабрика Горького и все ее сотрудники, в главе с Игорем Александровичем Жохом, который здесь присутствует, директором этой фабрики, сделали все возможное, растили производство, работали в тридцеменах. Вы знаете, что наши все больницы всегда вообще не испытывали проблем никаких. И с костюмами защиты, кстати, которые изготавливаются. Очень многие регионы, у меня губернаторы даже не кто лично, говорили спасибо большое. После этого депутаты перешли к обсуждению повестки дня заседания. В нее вошли 16 вопросов. Парламентарии наделили дополнительными полномочиями. Органы местной власти в период подготовки к переписи населения. Внесли изменения в региональный закон об административных правонарушениях. Перераспределили некоторые полномочия в области градостроительства между местной и государственной властью в регионе. Также в связи с переходом в правительство Тверской области на должность министра здравоохранения принято решение о сложении депутатских полномочий Сергея Козлова, председателя постоянного комитета по социальной политике. Сергей Козлов отметил, что депутатская работа в областном парламенте оказалась непростой. По крайней мере, те вопросы, которые касались медицины, постарался решить. Органы исполнительной власти немножко легче решать задачи. По крайней мере, совместно с министерством, с учреждениями здравоохранения, конечно, пытались, многие вопросы пытались решить. Что-то решили, что-то еще предстоит решить. В первую очередь, по словам экс-депутата, среди его новых задач обеспечение кадрами больниц и поликлиник области. Сергей Козлов не исключил того, что в бюджете региона нужно будет найти дополнительные средства на целевое обучение будущих врачей в Тверском медицинском университете, которые затем отправятся в медучреждения области. Вопросами региональной казны, кстати, депутаты законодательного собрания в декабре займутся плотно. Предполагается, что до конца года парламентарии соберутся на пленарные заседания дважды. Депутаты законодательного собрания в Тверском медицинском университете.